Всем привет, с вами Хьюк и Шкрэк, и мы продолжаем приключения в модификации Сталкер Беларусь. Да, всем привет. Значит, выложили мы наши приборы, противогазы, потому что у нас уже закончился эффект на подкачку. Сейчас будем проходить чисто сюжет. Ну да, я немного с оружием тут решил поменять, взял с собой винторез теперь, наконец-то я с ним похожу, потому что уже магазинов у нас побольше стало, патроны вроде есть. Так что можно побегать с ним. Ну и второй, для монстров это помповое ружье, понятное дело, потому что дроби мы немного выменили. Угу. Ну что, давай у Бельджукевича возьмем задание. Да, давай. По словам коллег из НИИЧАС, в окрестностях известных нам территорий появляются локальные зоны пси-излучения. Пропадают наши, пропадают украинские сталкеры. Пойманы два сигнала 15 наших сотрудников, ранее пропавших без вести. Уже занимаемся поиском. Местонахождение первого сигнала ЖД-пути между полустанком и цементным заводом. Юпитер, значит. Вот у меня задание появилось. Проверить сигнал на ЖД-путях между полустанком и цементным заводом. Угу. Так. Да, ключи беру. У меня тут какой-то бак непонятный с отображением названия предмета. Что-то название улетели наверх. Но надеюсь, сейчас мы зайдем на локацию и все будет в порядке. Ну ладно. Посмотрим сейчас, да. Так, вроде как все взял, что надо. Пошли. Так, появились в районе цементного завода. В принципе, не так далеко. Да, надписи у меня вернулись на место. Отлично. Значит, ночной прицел можно ставить. Ну и пошли смотреть, кто там где будет. И что? Финал на ЖД-путях между полустанком и цементным заводом. Начинаем тогда от цементного завода. Блядь. Да, сейчас шлем время таскать не будешь на голове. Когда начинается заварушка, успеть понять, когда начинается главное. Так, ну я как понимаю, надо от самого цементного завода начинать, чтобы мы не пропустили ничего. Да. Тогда тут выйдем. Прямо с этих ворот. У тебя сейчас опять баг, ты бегаешь с опущенными руками. Вот чувствую, сейчас тебе надо еще по лестнице подняться, чтобы было еще веселее. И тогда будет дяга-дяга. Так, вон кто-то стоит. Подожди, какой-то то ли зомби, то ли как-то он странно стоит. Ну-ка. У нас звук такой был. Так, так, так. Да, слушай, зомбарь какой-то. Но я пока не стреляю. Он в шлеме, что ли? Человек так далеко увидел. А. Ну я в ночной прицел смотрел. Ну я понял, да. Хирургический оркестр. Так, убить зомбированного и обыскать тело. Да. Чуваку не повезло. Ну, придется завалить, товарища. Ну все, он в зомби уже, что ли. Значит, что у него здесь? Так, чуть не оба. О, какое-то устройство у него интересно. Ну, квест у меня, но почему-то я обыскать не могу. Не можешь? А вот только сейчас появилось. Все, сейчас могу. Наверное, опять тормоза. Псишлем, значит. Переносной прототип псишлема, перегоревший от скачка псиизлучения. Первая вариация когда-то защищала от... Ё-моё, сейчас нас... Блин, химера. Блин, я как всегда не заряжен. Классика жанра. Так. Все, справился. Блин, нормально. А я еще заряжаюсь. Как кто-то писал, кстати, а что, говорит, нельзя это, ну, ствол сменить. Тут вот если начинаешь заряжать, все до самого конца. Пока не зарядишься и ничего не поменяешь. Так, на чем мы там остановились? Значит, псишлем какой-то у него. Так. Псишлем. Первая вариация когда-то защищала от псиизлучения. Эта вариация становится локальным источником излучения, распространяемого на носителя. Ничего себе. Так, а зачем он его тогда надел? Ну, испытывал, наверное. Сталкер, на связи Бельдюкевич. Зафиксирован вертикально набирающий скорость сигнал на территории градирни. Остановился. Это что, падение? Проверьте. Метеорит упал, что ли? Не знаю. Может, там же пузырь находится. Может, из пузыря кто-то выпал. А-а. Хотя, не знаю. Там на этой градирнике как-то и ворона уносила сканер. Там вообще чудеса творятся. Ну, и еще потом унесет. Мы тот квест до конца не прошли. Да, да. Нам нужно будет вернуться к нему. Я даже не помню, что мы тогда отказали. Что-то у нас не так пошло. И решили отложить это дело, да? Так, кто там рычит? Где? Блин, а я стрелять не могу. Короче, слушай. А? Тормоза. Вон еще бежит. А может, я стрелять не могу? У меня там что-то опять зарядилось не то? Или разрядилось? Блин, так, сейчас. Суни, не заряжайся. Блин, ну все. Ушла перезарядка. Опять. Наверное, клин был. Ой-ой-ой, блин. Блин, давай вниз, 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 давай вниз. Сюда. К болоту. Лечись. У тебя там два раза прили... Еще ниже спускайся, он тебя еще держит. Блин, слушай, Андрей, нам надо еще... Еще... Надо еще дальше уходить. Уходи. Лечись и уходи. Или... Можешь бежать? Пока еще вижу, бежишь. Тогда нормально, нормально все. Так. Давай-давай, отходим. Надо за какой-то камень или куда? Ну или вообще просто убежать. Не, они за нами бегут. Андрей, уходи. Блин, тут собака еще. Так, у меня патроны кончились. Давай хотя бы вот за это дерево. Если что, можно будет... Так, кто меня тут кусает? Сейчас, сейчас. Какой-то капец лучше. Так, вроде они... Так, не, здесь, здесь, здесь. Так, перезаряжаюсь. Готов один? Нет? Делал сейчас готов. Так, где второй? Ну и он как спрятался. Ну... Все. Так. Да, какой-то крэш. Заряжаемся. Так, что-то аптечки быстро вылетели. Ну, что поделать. Прижаться, попроверять все. Так, давай смотреть. Что тут? Проверить территорию градирни. Так. Вон кто-то лежит внизу. Похоже, туда надо топать. Кто-то... Навернулся. Ага, собаки. Ты зря спустился. Ну ладно, сейчас. Все. Так. Квест у меня висит. Проверить территорию градирни. Так, обновилось. Вот теперь у тебя. Так, объект номер 117. Сломанные руки. Странная бумажка у него. Так, отслоившийся от падения роговой слой кожи с надписью объект номер 107. Сломанные руки. Ничего себе, эксперименты у них тут проходят. Зачистить склад контейнеров. Так, да. Непонятные дела творятся. Ну, сейчас по пути еще можем зайти на ЗРК. У меня есть карта и ключ. Дойдем. Так, ну пока... Так, стопали... Только ты сказал. Только сказал, да. Сейчас помним. Забрало. Так, один готов. Так, я вижу второго. Блин, не очень-то он... Свалился. Все, готов. Двое их было. Обычно же... Двое, что ли? Уже под... Да, под трое, четверо обычно ходит. Еще стреляет. Так, кто там стреляет, где не вижу. Во-во-во-во. Гранату бросил. Я на него бегу. Так. Так, есть. Здесь два, и ты где-то еще одного положил, да? Еще химера. Блин, химера. Так, сейчас бегу к тебе. Андрей, держись. Так, все. Перезарядка у меня. Все отлично. Отправились. Смотрим, что тут за жмурки. Сейчас я... Надену фонарик. Ну что, ребята. Так. Смотри, оружие его я забрал уже. У него там был укорот поломанный. Ясно. Особенно. Так, еще один тут. Так, во. Ипох ты, какой тут, слушай. Это Defender 2. Костюм. О, пятая бронеплита хорошая. Может, с костюмом забрать? Сейчас я попробую. Так, я сейчас тебя в труп выложу еще вот магазины тут для винтореза. И еще. А ты достал, все хорошо. Так. Ничего себе, сколько магазов. Сейчас, кстати, надо, Олег, я подзаряжу. Так, все, я готов. Так, идем. Иду уже к бункеру, бегу. Но бункер смотреть не будем, смысла, мне кажется, нет. Ну, особо-то можно было, но мы, да, наелись вот этими поисками. То есть, больше можно снять с противника и получить по данью награду, если там что-то найти. Ну, хотя иногда что-то... Кстати говоря, еще можно было и на Янов зайти, у меня что же там ключ есть. Ну, уже ладно, уже сюда прибежали. Уже пробежали. Так, сегодня у нас тут собака. Все. Чертно бежит, Олег. Так, значит, у меня, в принципе, неизвестный ключ есть, так что можно и сверху зайти. А, ну да, давай. По ключам интереснее, да, ходить, чем так. Шмон устраивать. Так, ты там по-прежнему бежишь с руками. Сейчас посмотрим, сейчас лестница будет, сейчас дяга-дяга, стандарю. Я дверь открыл, а мне не открылось? Так, у меня открылась, автомат полностью собранный. Вот, сейчас открылась. Я уже не могу нести. А, молот. Но с этим, с ночным прицелом, Олег. Сейчас я вот... Да, прицел снимаю. Я нашел ЛЦУ, фонарик тактический, тут еще газовую трубку, трой для канав, такая, в принципе, у нас есть. Ну что, вперед. Дяга-дяга. Так, а ты... Блин, сейчас, подруг, подожди, сейчас, не... Сейчас зависла просто. Ну, анимации нет, просто, короче, а убери оружие из рук. Ай, Гитлер получилась. Сейчас. Не стреляйте, не стреляйте. Так, я гранату нашел. Что-то там, киснишь. Да. Издевается. Слушай, каждая новая серия, что-то новое. Так, ладно, хорошо, я таблеточки тут нашел, кстати. Ты, наверное, таблеток прошлый раз объел, поэтому у тебя чудица тут разная. Радиозащита 150. Так, туда не идем, да? Обычно у нас ничего. Я буду идти впереди, а ты меня будешь вести как это. Я сдаюсь. О, там свиньи хрюкают. О, они, наверное, нас примут. Ну-ка, второй подъем по лестнице. О, вот теперь начались танцы. Вот теперь это дяга-дяга, дяга-дяга. Дяга-дяга. Дяга. Так, ладно, все это хорошо. Танцы минус, танцы плюс. Так, кто-то там у нас убежал, по-моему, плоть. Так, а нам надо на контейнерную. Бежим за плотью. Прикольно это выглядит, стреляешь в небо и убиваешь. Она от страха умерла просто. Так, кровососа. Вот сейчас будет прикольнее, наверное. Так, патроны, похоже. Так, где, где, где? Все. Слушай, я не хочу заходить в инвентарь. Мне кажется, когда в инвентарь заходишь, может анимация твоя вернуться. Да. Не хочется заходить, хочется подольше посмотреть на это. Ну ладно. Развлекайтесь пока, но не забывайте, что мы уже приблизились к контейнерам. Так, у меня патроны, похоже, опять закончились. И там магазин еще есть? Нет, уже ничего нет. Уже и патронов у меня вроде нету. Так, у тебя на что патрона там? 762. Но у меня обычные были. У меня... У меня... А, нет, у меня 5.45. Так, ну сейчас проверим, если в инвентарь зайду. Ну-ка. Вернешься ты? Да, все, вернулся. Да. О, видишь, кончилась развлекуха. Так. Магазина подзарядил. Ладно, буду стрелять с 5.45, надо, наверное, уже поменять прицел. Все, идем. А, уже светло слишком в этом ночном. Ну, я так не проверял, но думаю, что уже да. Да, да, да. Сейчас я тоже перекину быстро. Может, неизвестно, что нам тут ждет нас. Да, уже достаточно светло, можно даже, наверное, шлемик накинуть. А какие еще анимации есть? Я не знаю, вот ты пока в таком состоянии бегаешь. Вот когда ты аптечку используешь, вроде как не ломается ничего. А бинт, если? Ну, попробуй бинт. Ну, просто у нас много. А, вообще ничего не отображается. Да. Ну, ладно. Так, о, еще химера. Так. 31 хп! Блин, Андрей, я лечусь. Держись. Ё-моё. Видел, 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 видел. Сейчас. Ай, тут же патронов нет. Держись, аптечку использую, аптечку. Да ё-моё, где этот ствол? Фух, слушай, ты просто спас нас всех. Так, тихо, 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 еще не совсем. У меня там и клины, и патронов не было. Все. О, было навряженно. Да. Хорошо, что я за аптечкой, наверное, не полез. Так, я этот ствол вообще уберу, чтобы не путаться. Кстати, нам писали, блин, вон там стоит чел. Тут еще вон бегут. Так, надо дроби, наверное, их убивать. Там их двое. Товарищ. Там двое их. Там еще сзади кабаны. Еще сзади свиньи. Так, очень. Ой, осторожно. Не-не, я... Ладно, сзади бегут. Ой, ее поперли. Так, заряжаюсь. Ага. Так, я тоже на перезарядке. Кстати, иногда, Олег, мы забываем, что... Блин, еще химера бежит, вон, по этому самому. Угу. Все. Забываем, что клин начинается от того, что очень много стреляем. Мне комментарии писали. Ну да, и тут вот, когда оружие нагревается... Ну, по запарке, да, начинаешь стрелять налево-направо, и он начинает подклинивать. Хотя это, видишь, не от того, что изношено оружие, а из-за того, что перегрев идет. Так, я лучше тут подзаряжаю, все сейчас. Так, что у меня там в дроби... Так, у меня, кстати, уже патронов маловато осталось. Так, слушай, я тут тоже это самое, порастрелял дробь. А у тебя 545 есть? Вот там, 545, немного было, да. Вот. Да, давай. Под 7 патронов, ну, почти на магазин. Ага. Да, спасибо. Зачистить склад контейнеров. Ну, в принципе, мы и начали его зачищать уже. Так, ну, вот тут вот два зомбира, три даже. Три? Нифига себе. Рассказать обо всем Бельдюкевичу и передать найденные предметы. Так, ну, похоже, их надо мочить. Не, подожди, а у тебя квест какой сейчас? За напарником следует. А, ну все, все. Все, значит? Ну да, не надо их трогать. Их тут четверо должно быть. Ну, а задание было? Пять. Задание было зачистить. Ну, вот мы... Ну, рассказать обо всем Бельдюкевичу и передать найденные предметы, и все. Так мы нашли только, по сути, прибор. Вот, пси-шлем один, и все. А этих, может, и не трогать, я не знаю. Ну, ладно. Ну, нет уж квеста их убить. Так, ворода склада контейнеров. Мы можем тут выйти? Да, давай тут выйдем. Если вдруг что, потом вернемся, зачистим до конца. Ну, квест-то обновился, я не знаю. Идешь? Слушай, артефакты, говорит. Да, да, да. Ой, блин, и тут стоят они, слушай, тут целая команда. Ну, непонятно. Может, конечно, надо было все их пси-шлемы собрать, но квест-то обновился. Странно. Ну, раз обновился, значит, все, идем. Ну, пошли. Так, ну, давай смотреть. У тебя что-нибудь есть? Мы только один пси-шлем забрали. Так, у меня бумажка есть. А, бумажка, да. Церкова товарища. Так, кстати, как она там выглядит, если осмотреть модельку. Сломанные руки. Прикольно. Так, ну что, все зомбированные. На них нашли такие шлема, с одного слетела кожа шеи. Видел такие шлема? Профессор Сахаров использовал их и в экспедициях внутрь лабораторного комплекса Х-16. Непонятно, что за сломанные руки. Еще одна тайна вскоре падет от нашей легкой и научной руки. Должна. О, куртка софт-шелл дал. Тебе будет контейнер для артефактов. Аптечка. Три штуки. Три бинта. Два антирада. Индролин Б-190 таблетки. И ракетница. И еще в награду за выполнение поручений профессора Бельдюкевича вам стал доступен новый бартер. Патроны 5,56 М99-995 за артефакт третьего уровня. Что? Ну, хорошо. Что спросил? Так, куртка как раз у меня подгуляла, так что отлично будет. Сатищи. Сейчас может немножко и переоденусь. Хотя нет, может штаны одеть. То есть экипировка пускай зеленая будет, а штанцы переодеть. Так, бинты. А, с аптечками у нас сатас. Есть аптечки или нет? В шкафу, но я сбросил там несколько. А, сейчас уже все нету. А, блин, аптечки надо менять. У тебя нет аптечек? Наверное, в этом самом. Ну, четыре штуки в сумке и все. Давай, короче, третьего уровня поменяем. Артефакт. О, слушай, у Бельдюкевича появился квест, написано повышенная сложность. О, блин. Это уже вроде как финальные квесты, по идее. Наверное, да, пока не стоит брать. Так, значит, вот 18 аптечек будет. Сейчас быстро вылетает. И, блин, и дробовик опять меня подгулял. Пере, пересобрать. Итак, значит, вот мы разложились. Андрей тут переоделся немного. Ну, да, чтоб всех одинаково было. Белый низ, черный верх. Угу, только еще надо броник найти черный тоже. Ну, да, броник и пояс. Ну, и можем брать задание. Да, давай. Берем, значит, мы с Олегом заметили. Тут такая особенность, что у Бельдюкевича появилась подпись. Повышенная сложность. То есть, получается, простые у него уже кончились. И начинается сложная. То есть, по всей видимости, мы уже близки к финалу. Но пока возьму Таталяна на два игрока. Еще обычная сложность. После фарватера, если слышал, с вертолетами в зоне обращается подобающим образом. Хоть и непонятно, что для них тогда было удивительного в смене аномалий своего места после выброса. В общем, вертушка вновь впала под натиском. Под натиском чего-то. Что, почему, когда выяснить предстоит уже твоей желтоватой жидкости в черепушке. Готовь награду своими неуклюжими ручищами. Такс, ищите под железным лесом. Задание диктофон. Так, железный лес. Сейчас я посмотрю. Тут у нас окровавленный ключ есть. А все остальное можно выкладывать. Да. Все, пошли. Да, погнали. Так, появились за лесопилкой. И я с собой взял ракетницу. Может, сразу тогда ее используем. Так, а можно я попробую снова? Ну, давай. Попытка номер два. Ну, сейчас я сделаю все правильно. Ох, как красиво. Так, будем ждать вас на дамбе станции переработки отходов. Как раз у нас там переходик. Так, проверяем стволы. Проверяем. Проверяем. Так, давай пойдем, наверное, правее вдоль. Да, не холдом патроном мы лишний раз расходовать. В принципе, если нам держаться вот этой вот стороны, мы можем без особых приключений добраться до куда-то нам, до железного леса. Тихо вроде тоже. Ну что, вот он, железный лес. Значит, что нам там надо? Так, найти источник сигнала в подземном комплексе под железным лесом. Так, патроны. Патроны, макароны. Так, ну теперь в оба надо смотреть. Ну что, фонарики? Рыскнула деть фонарик. Если что, потом шлемы напяляем. Ну, пока вроде тихо. Хотя оно всегда так начинается. Тишина. Так, какая-то штука лежит. Подбучи, я бы с ним. Не столь важно. Так, ну что у нас тут? Аккуратно. Вроде никого. Так, труп лежит тут какой-то. И... Железяка. Железяка, это часть фюзеляжа. С вертолета. А-а-а. Задание. Так, КПК первого пилота. Никаких записей не обнаружено. В локальной сети фиксируют КПК второго пилота на мосту имени Преображенского. Найти источник сигнала на мосту имени Преображенского. Так, ну и что это? Они поповали, что ли, в пространственный пузырь, что ли? И сюда их перенесло. Ну, похоже, да. Похоже, да. Сейчас фортолета разорвала и раскидала вот по разным местам часть. Там, наверное, хвост какой-нибудь будет валяться. У прицельщик ночной? Да-да-да, ночной. Еще что-то. Патроны какие-то. Не знаю. Ну что, выходим с железного леса. Тут на дорогах сейчас начнется. Можно сразу даже забрала, опускать и смотреть. Что, неужели пока не видно? А нет, идут, конечно, вон идут. Да. Чуть правее. Видишь? Вижу, да. Будем отсюда пытаться? Да, лучше отсюда, потому что они гранатами начинают кидать. Так, один ушел или положили? Все, 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 положили. А, хорошо. Ой, так, смотри, тут и твари всякие бегают. Да, вон там собаки сидят. Наверное, надо сразу с ними разобраться. Проверить заодно с левой стороны. Чтобы никто не шел. Мало ли. Все. Тут вроде никто пока не идет. Так, а там, куда нам топать? Вроде вот тоже пока не видно. Ладно, давай посмотрим этих. Как правило, начинаешь манать одних, там целая куча других прет. Так, там он кабаных спят? Ну ладно. Надеется, что. Так, смотрим. Ох ты, пластина пятая и почти целая, но на одну дичь. О, я нашел ключ-круг. Это ж тут ВНЗ. А, отлично. Будет возможность подскочим. Бегут кабаны где-то. Я сейчас разберусь. Излома прут. Слушай, ну ладно, я это все беру. Безгиб. Безгиб. Излома два штуки бегали, но далеко. Сейчас, секунду, еще надо подзарядить. А, это у меня уже все понятно. Ладно, пускай будет магазин и тоже. Так, уже забрало. Откуда? Оттуда. Так, далеко не там. Изгиб. Зашли в кусты, похоже, уже. Да. Да, и излом еще несется. Блин, Андрей, надо отходить, похоже. Так, да, какие-то опасные товарищи. Тут еще собаки. Давай сначала снимем. Так, откуда вот собаки взялись? Я не понимаю, не было же. Так, Олег, отходи, они сыпят. Может, с левой стороны их попробовать? Да, надо как-то кардинально менять позицию, потому что, как правило, мы пробовали и, ну, то есть, если с одной стороны тереться, они нельзя их взять никак. Да, тут есть шанс, что если перебежишь в другую сторону, они пока будешь перебегать, затупят и... Да, они будут подтупливаться, можно их взять. Так, подожди, это... Я вижу. Да, да, да. Еще одного положил. Кто остался? Так, я там возле автобуса одного войну. Да, 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 я видел. Кто остался? Не знаю, где-то еще есть должны быть. Нет, я вижу три трупа лежат. Ну, а хрена узнают, все ли они. Ну, вроде не... А, вот стоит прямо за деревом. Слушай, спрятался я, негодяй. Блин. Прям за деревом спрятался. Давай, давай, добил? Отлично. Ага. Да, блин. Все. Так, ну что, давай смотреть. Так, давай по сторонам сначала посмотрим. Так, ладно. Смотри этого последнего. С винтарем был. Так, там нету черных этих самых броников? Есть. Черный броник есть один. Но, правда, такой, как у меня. То есть, на него сумку ты не повесишь. В смысле? А. Да. Ну, может, взять его так. Там броня... Сейчас я тебя сброшу еще магазин, и тут немножко патронов. 939 вот. Да, вроде пока передвигается. Еще 9... Еще 939 патроны в труп вот в этот выложил. Да. Пошли. Подвигаемся. Всеми приосторожностями. Значит, нам нужно на мост 23 минуты. Не знаю, успеем мы к кранам сходить, открыть дверь? В принципе, если туда сразу, а потом на мост и на выход. Ну, давай будем пробовать. Спивать. Если, видишь, все зависит от того, зацепимся мы где-нибудь или нет. Все-таки пришла. Отлично. Так, я не знаю, ТЛРК нашел какой-то... А, это что, меняется? Фигня не нужна. Ты мне под землю ушел. Так, открываем дверь. А, у меня опять не открылась. У тебя открылась, да? Это чуть-чуть попозже. Видишь, у меня право первого. О, колеса. Колеса, бинтик. Аптечка, бинт. Фотку я не буду брать, наверное. Я, наверное, даже если возьму бутылку, я уже не снесу. Так, что там за таблетки? Пятьдесят семь. Как, таблеточки... А, остановка кровотечения. Так себе. Ну, ладно. Они практически не нужны-то. Да, как-то мы их не используем. Ну, тут бинт бинт использовал, и все. Тут нет такого кровотечения не останавливающегося. Так, ну что, зайдем сверху или как? Да, наверное. Давай так попробуем. Так, кровосос. Бинт, кровосос. Два. Блин, перезарядка у меня. Давай, давай, давай. У меня тоже скоро будет. О, уже. Уже. Все, одного положили. Второй тоже? Нет, второй что-то решил не связываться с нами. Так, ладно, давай шлем. И пошли. У меня там с дробью. 20 минут. Отходовалось. Очка ушла точно. Так, ну теперь новое приключение. Мост, надо тут что-то высматривать. Найти источник сигнала. Давай смотреть. Так, сам мост идти или под мост. Ну, написано на мосту. Видно. А что-то тут аномалии нету. Тут пока ничего. Ну, надо смотреть. С той стороны... Вон труп. Контролер, по-моему, или что? Где труп? И контролер, да. Да, ой, давай я сейчас с этой стороны. Сейчас я поближе к нему подойду. Так, я, по-моему, попадаю, но... Там два. Еще один, да. Все. Блин, я стрелял, я так и не понял, куда я попадаю. Я и выше подымал. Вон наши ребята ждут. Главное, чтобы больше никто не ждал. Так, значит, у меня квест. Найти источник. КПК. Второго пилота. Запись диалога. На кой ляд включаешь диктофон на КПК, параноик. Зажмуришься? По личному номеру определят. С вертушкой чего? По черному ящику. Твою... Спасай, батя! Че это она? Она же вдалеке моргала. Переместилась прямо под нос. Батя вылезает, лобовое трескается. Держи, держи его. Сейчас утянет. Так. Короче, порвало их нафиг. Что у тебя? Отдать найденный предмет у Таталяна. Все, отлично. Сейчас, значит... Так, идем разговариваем с этим товарищем. Слушай, я мозг достал у контролера одного. Угу, хорошо. Где-то стреляют прямо здесь. Видишь? Лесят трассеры. Ох ты, блин! Откуда? Отсюда? Справа или? А где эти ребята? Я че-то их не видел. Ну-ка, с которыми нам поговорить нужно. Наверное, возле выхода, наверное. Вову, вижу. Один вышел. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо-тихо-тихо, я ухожу. Мне надо лечиться. Лечись. Я одного положил, я возле контролера. Так, подожди, мне надо... А, блин, слушай, там не за этим стоит, Олег. Да-да-да, я-я-я... Вот они тут двое. Так, а куда они свалили? Так, еще одного положил. Попрятались. Еще, еще один остался, да? Да, они в кусты ушли. Хорошо видел, они шмыганули в кусты, твари. Может, отсюда увижу. Так, это я выхожу. Так, смотри аккуратно. Не видно, в каких кустах надо подходить. Там лежит один, но это, наверное, которого я положил. А вон двое они лежат. Двое, все, наверное. Ну, может, и все тогда. Все. Блин, как они... В каком необычном месте, слушай. А в воде все. А первого где завалил? Первый там, за забором, должен быть. Так, что тут бронепластина? О, пятый уровень еще. Еще одна целая. Так, две плиты, пятый уровень. Ладно, я только одну смогу тянуть. В этом бронике пускай будет. Сейчас посмотрю тот, который за забором был. Что-то не могу. Перегруз у меня. Так, чего выкидывать? Подожди, а где он? Где-то что-то я его завалил. Что-то не понял. О, плита сюда переместилась. Так, Олег, ты можешь что-нибудь? Короче, я не понял, где первый. И он сюда вроде выходил, но я его потерял. Да, не знаю. Ладно. Чего взять, давай. Так, что-нибудь забрать не можешь? Давай, что? Что, что здесь? Мозг оставить? Нет, я могу унести. Сейчас я выложу пять патронов ерундовых и все. Взял. Да. А еще чего-нибудь? Так, подожди, что вот кармашки вот эти? Я не знаю, надо или не надо нам? Так, тоже фигня. Он опять 45. Дает. Блин, да что я такой взял тяжелый? Посмотри, может, ствол какой. Так, блин, вот эти патроны точно не нужны. Да нету стволов. Или я бронепластину достал? А, так, 48, 600 грамм мне надо. Сколько гранаты весит? О. Берешь там что-то? Ну, что-то взял. Сейчас еще патроны сброшу. Все, ходить могу. Так, 12 минут. Где наши ребята с ракетницей? Он вон, вон там. А, вон, с той стороны вижу. Да. Так, ну ты сейчас ремноборы возьмешь, тоже будет перегруз. Да. Но у меня тоже. Это у меня диалог будет, да? Наверное, у тебя сообщение пришло. Так, здоров, привезли. Набор для чистки оружия. Да. Давай. Патроны, оружие, снаряжение, медикаменты. Или... Ремноборы нам нужны. Ну, все, понял. Так, набор для чистки штурмовых и снайперских винтовок, набор для чистки дробовиков, два штуки. О, да. Перегруз. Так, 59, полтора килограмма надо. Ну, ремноборы надо. Соберешь? Давай. Так, еще один надо выкидывать, потому что все ремноборы тебе. Все мне? Так я тоже уже не могу нести. А? Блин. Так, ну придется, магазинов много для винтаря, могу скинуть. У меня 49, 49,8 сейчас. Ну, сейчас давай еще взял. Сейчас я что-нибудь еще выкину, патроны какие-нибудь. Все, пошли. Так, значит... Давай, может, сбросим некоторые вещи, чтобы, если что. Ну, да. Хотя, что тут... Я вообще думал вот попробовать переодеться. Только мне, наверное, нужно будет другой... А, ну хотя можно и этот. Просто посмотреть, как оно будет выглядеть, если... О, я спортом уже могу заниматься. О, отлично. Пошел в шкаф разгружаться. Начал заниматься спортом, но бывает такое. Когда можно будет за артами заодно. Так, так что, сейчас ты хочешь переодеться, а потом бежать? Ну, вот... Ну, я уже переоделся, вот не знаю, попробуй так походить просто для разнообразия. Задавай задание. Ты сбросил что-нибудь, чтобы... Да, сбросил. Сбросил. А, да. Сейчас, пыда. Вот, держи. И сдавай. Так, ну что. Сейчас будем сдавать задание. Так, диктофон. Доклад. Понял, все так. Во время полета некая аномалия переместилась к ним и переместила куда-то. Следом треснул лобовое стекло, через которое вылетел второй пилот. Вертолет разбился в подземном комплексе. Правда, кроме обломков и тела первого пилота ничего не было. Второго рулевого нашли на поверхности. Интересно, как-то вертолет разбился в подземном комплексе. Ну ладно, хрен с ним. Спишем на аномалию все. Так. Так, это было. Это надо ученым. После такой истории хрен кого загонишь за небесный штурвал чудовище с лопастями. Летишь, летишь и перемещаешься в шахты. А, ну да. Это зона, мать ее. Понятно. Значит, получен предмет автомат, ЛРК, накладка на цевьё полимерное, Кобра УЦ-14, крепление Спарка Б-3. Это что такое, не знаю, сейчас посмотрим. Коллиматорный прицел, АМ-Пойнт Компо М4С. Глушитель для ОЦ-14. Фонарик лучше по С-14 дали. И патроны для 5,56-45-4. Все. Так. Вот меня заинтересовало единственное, это крепление Спарка. Кронштейн Спарка Б-3 устанавливается на ПБС, ВСС или ВАЛ и формирует планку Пикатинни, предназначен для установки наружу дополнительного оборудования. У тебя уже на винторезе такой стоит, я ставил раньше. А, это вот. На стволе там. Да, 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 это ручку, чтобы установить, ну, другое можно. Тут, кстати, сверху можно что-то... Да, вот что-то еще можно, но пока не знаю, что. А, фонарик и пробовал. Да, я пробовал, я тогда пробовал все, что было у нас. Не ЛЦУ, не фонарик не становится, да. Ясно. Коллиматорный прицел, накладка на цевьё. Вообще, я вот не знаю, для чего вот это вот разговора ходит, а ствола мы еще в глаза не видели. Ну, и глушитель для ОЦ-14, то есть, может, потом дадут все-таки. Может быть. Так, ну, ЛР-ка у нас целенькая есть. Ну, что, сейчас я посмотрю, что... Да, Олег, короче, приехали. У нас у Бельдикевича повышенная сложность, у начальника склада Таталяна повышенная сложность. Ну, так, ну, и еще, подожди, есть тут на одного игрока, но, если мы проходили, может, они у меня прощелкаются и все. Да, у меня тоже на одного там висит, я раньше еще смотрел, то есть, там те квесты, которые мы уже брали, они просто почему-то остались. Так, и что нам остается? Я предлагаю сейчас пройти тут два квеста из подъездов, которые мы в третьей серии не прошли. Вот только те ребята, у которых эти задания, сейчас их нет. Но надо будет перезайти просто на локацию, и они должны появиться. Ну, он добрый, давай. Можно разложиться сейчас и потом перезайти. Да, сейчас пока переоденемся, разложимся. Так, ну вот, значит, мы разложились, я тут немного приоделся. И сейчас возьмем два побочных квеста. В принципе, мы вот это задание уже прошли, только на награде тогда я там запорол в третьей серии, когда мы не знали, что нужно отдавать все квестовые вещи тому человеку, который все брал, который брал задание. Поэтому сейчас возьмем этот квест еще раз. Он тут уже особо не объясняет, в чем там дело, я уже тоже подзабыл. Ну, что-то там какие-то были бревна какие-то были со свинцом, что-то он говорил. А, ну, да, что-то там варили. Да, проверить ЖД-туннель западной градирни. И в третьей серии мы также брали вот тут вот квесту товарища, там с вороной. Значит, насчет спасения человечества. Тоже он не объясняет, потому что мы тогда квест провалили. Вот, дал, значит, сканер научный. Ну, еще берем с собой мы приборы. Уже контейнер я не брал, потому что и так два квеста, но прибор на всякий пожарный, может, хотя бы один-два артефакта можно будет. Унести, если мимо будем проходить. Потому что подкачка сейчас работает, так что можно взять. О, повезло. Сейчас появились рядом с градирней, так что сразу можно будет пойти поставить сканер. Так, ну что, фонарик попробуем включить. Попробуем включить, я же думаю, и сразу тут стрелять будут. Ну, по квесту в Рейне Тоннеле, я думаю... Ну, тогда было два товарища, сейчас... Ну, пока не видно. Ладно, давай, сразу сюда поднимемся. Пока никто не стреляет, да. Так, сканер у тебя. Да, сканер у меня. Так, тут тушкан. Все. Так, значит, куда-то вот сюда его нужно было ставить. Вот сюда, по-моему, Олег. Да, что-то у меня надпись не появляется, подожди. А чего? А вот, появилось, установить. Так, и что, а где он? А где он? Ну, я поставил. А, во, появился только что. Хорошо, так, сейчас там сообщения будут приходить всякие. О, ворона взял уже. Понесла. Посмотрел по камере, установленный сканер, это что, ворона? Неужели чернобельские вороны имеют настолько развитую мускулатуру? Не сбивайте ее, высота как раз нужная, да и прибор может пострадать. Буду следить за ее местоположением, сообщать вам. Ну, в общем, сейчас он скажет, что уронил ее над тем тоннелем. Да, вот он уже. Сканер находится в районе, так засек над тоннелем, что северо-западней вертолетной площадки. Туда вам надо. Ну, нам пока сюда вот надо. Сейчас мы посмотрим. Так. Тут никого не видно. У меня тут тоже сообщение о том, что сканер движется наверх. А, у меня, похоже, запоздалое сообщение. Да. Ну что, неужели никого нет? Что-то не видно. Вполне может быть, когда будем выходить. Там как-то хреново знать, непонятно все было. Так, собака только пока слышна. Зомби тут, я помню, были. Так, там зомби, да. Зомби, я видел, ходят. И собака бежит. Так, гладя. Еще одна. Так, Андрей, уходи. Уходи, их слишком много. Уходи, уходи, аптечку. Блин, у меня... Что с патронами? Там, что ли, я не зарядил? Да, что за жесть. Сейчас еще собак загнулся. У меня тоже патроны покончались. Жесть какая-то. Ну, кстати говоря, в прошлый раз собак меньше было. Все-таки уровень, наверное, вырос у нас. Да, что-то... Задание усложнилось. По всей видимости. Так, слушай, я в магазин, что ли, выкинул? Блин, балда. Уже после... Выкинул в магазин, короче, для этого. У меня и так их было мало, я еще и выкинул. Тот, что был. Где-то его выкинул. Или все-таки... Или... Нет, есть. Все-таки есть. Я его не заметил, значит. Так, сейчас. Так, надо этих всех товарищей зачистить, потому что неизвестно, что будет потом. Если там, правда, какие-то товарищи появятся, то очень вероятно, что они были по квесту. Так, найти сканер. А, стоп, надо переключить. Так, у тебя. Сейчас. Отпускать тела. Так, тут ничего. Там будет аптечка. Да, горелая аптечка. Пустая коробка под аптечки. Первая помощь, которую, судя по краям, пытались набрать жидкий свинец. А, они там типа жидкий свинец. И КПК. Я не знаю, читать или не читать. Ну, мы так... Ну, не знаю, кто смотрел. Не знаю, кто не смотрел. Ну, ладно, давай быстренько. Сколько их тут ждать? Еще этих, блин, условий, что дровишки будут у нас, а потом пойдем плавить их на склад. Что комплексы вентиляционного оборудования. Там какое-то шмаборудование. Нахрен надо, короче. С Митькой покумякали, а решили сами свинец достать, пока эти сиськи мноты впарит кому-то. А не этим пиндосам или кто они там. И деньги поделись. Как раз коробки наишек. Есть в них и наберем. Что может пойти не так. Е-мое. Короче, набрали. Да, все, пошли. 34 минуты. Да, птичку забираю. Сейчас будем смотреть на выходе. Но я не помню, чтобы на выходе кто-то спавнился. Вот как раз мы когда подходили, наоборот, были ребята. Ну, как бы наоборот не получилось. Не знаю. Ну, по крайней мере, давай приготовимся, Олег. Ну, я бы, наверное, шлем пока одел. Ну, можно, конечно. Конечно, давай. В принципе, тут и так светло. Сейчас пойдем через Янов, потому что у меня ключи есть для Янова. И потом в сторону тоннеля. И как раз выход у нас на контейнерах. Отлично. Да, сканер посмотрим тут. Но там еще неизвестно, что по тому заданию. Мы же вот задание с этим свинцом выполняли. А с тем мы не знаем, что будет. Ну, я надеюсь, что тоннель только и все. И все, потом никуда уже не придется идти. Посмотрим. Так, сейчас на Янов. Так, мало чего видно, конечно, но... Ну, здесь, я думаю, фонарик. Можно сейчас мы внутрь зайдем уже. Ну, да. Так, тут уже что-то я вижу. Так, значит, у меня ключ Як и ключ ЯА. Вот Як открываю, Каста правая. Открылась у тебя? Вот. Открылась. О, колесики. Колесики мы любим. Так, ремнобор. Да, тут я тоже забрал ремнобор. Вон еще. И для дробовиков. Тут ремнобор для дробовиков. Отлично. Так, а препараты... Радиозащита 150. Ну, ладно. Такое у нас есть. Шпат химия. Сейчас посмотрим, что здесь. Так, мне похоже, надо заходить в инвентарь. У меня тогда открывается дверь. Так, тут прицел. Тут резиновая штука. Это планка для МП-5, можно не брать. Короче, тут похоже, ерунда. Уже не юзаем. Ну, прицел. Так, кронштейн для ОЦ-14. Короче, для этих самых, для грозы я буду все брать, потому что, по всей видимости, скоро они начнут у нас появляться. Ну, я там еще для УКО-РОТа нашел. У нас такой, в принципе, был уже. Но... Так, ну что, теперь сюда и в сторону тоннеля. Можно было бы еще проверить 31 минуту. Давай проверим карьер хотя бы, может. Хотя там можно напороться. Конечно. Да, может, давай все-таки не пойдем. Давай по квестам. Ну, ладно. Прибор мы брали один. Это чисто если на автостоянке вдруг что появится. Ну, да, там глянем лучше. Ладно. Так, ну что? Есть тут что? Ну-ка. Ну, чтоб стрелков не было. Похоже, зря брали приборы. Не повезло. Да, тут нифига. Да. Ну, ладно. Ладно, идем. Смотрим дальше, что там у нас. Ну, а дальше у нас там ребята будут на тоннеле сидеть, как я помню. Сейчас тут еще немного постреляем. Сейчас вплоть добьем. Нет, убежала. Так, ну что, подходим к тоннелю. Так, блин, там химера, слушай. О, надо ее сюда как-то выманить. Уже бежать. Прямо сюда. Да, она сама ее ломанивать не надо. Блин, попал к тебе один раз. Все, отлично. Смотри, со стороны КПП летят трассеры. Блин. Так, бля, ох, нифига не там. Так, надо ниже спускаться. Нам, по сути, они не нужны. Нам нужны чуваки, которые вон на мосту там сидят, я вижу. Ой, тут псевдогигант где-то топает. Андрей. Да. Блин, что-то вообще не повезло. Так, чего, сейчас подожди, давай посмотрим, где они там. Да, вон три человека, можем отсюда попробовать. Да, сейчас, давай. Псевдогигант пока топает. Ладно, может. Так, попер один, спугнул. Так, готов. А, это Бюрер и Псевдогигант. Где-то Бюрер здесь, сейчас я посмотрю. Бюрер? Так, два разбежалось. Один в кусты. Ага, вон вижу одного. Блин, куда ему стрелять, не пойму. Надо, блин, подходить. И выше беру, и ниже беру. И прямо в башку беру. Что еще выше надо? Давай ближе подойдем. Да, слушай, сейчас я перезарядиться надо. Бюрер, наверное, забежал внутрь, не знаю, с ним надо разобраться бы по-хорошему. Ого, один идет сюда навстречу. Я не вижу. Так, сейчас он за деревом, и он, короче, спустился и влево ушел за елку. А-а-а. Так, стены уже забрался. Да, вижу, 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 вижу. Видишь? Все, положил. Все. Ну, это, похоже, начальные ребята у нас еще. Так, обновился в квест. Убить мародеров и обыскать. Обыскать спалкеров на складе контейнеров. Ага. Нет, это обыскать у тебя по тому квесту, наверное. Подожди-ка. Тап. Да, это квест за миллиард лет до конца света сейчас у нас. Угу. Так, а тут, если... Тут, у них... Тут, у них, короче, ничего ценного нет, вон. Какие. А, ну, ясно, собрезанно. Ну, это начальные ребята, короче. Ну, да. Знаешь, что это угодно? Вот, научный сканер нашел. Вот, научный сканер. Это я забираю. И КПК-мародера. Старая запись. Ну, и Дива Заморская купили. Датчики... Блин. Кровосос. Ой, блин, попал. Так, сейчас мы друг друга тут перестреляем. Все, отлично. Так, ладно, ты иди читай. Давай, значит... Датчики ученых фиксируют. А мы их ЦАП и на продажу. И артефактов Малеха, и датчиков Малеха. Особенно круто, когда выводят на полевую группу БЗАП вкуснятина. Последняя запись. У Мора. Шли возле куста, как туда что-то с неба упало и убило крысу, сидящую там. Так, у меня ничего не обновилось, кстати. А вот теперь. Все, передать КПК Космоногу. Или как его там? Космогону. Так, пришел сюда. Я обновился. Блин, пришел сюда. Входи, берер. Все, отлично. Все. Так, тут стрелял, что ли? Это я стрелял. Это от тебя пуля как до сих пор летят. Нет, стреляет стреляет. Давай, давай отходить. Нам, в принципе, только осталось на склад контейнеров и все. Ты под пули полез туда. Ты где? Так, я на дорогу вышел. Ладно, я в тоннель, короче, спустился. Блин, тебя там грызут где-то. Так. Да, прям с контейнеров летите. Олег, 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 олег. Блин, у меня уже тут патроны на этом стволе закончились. Ну и кто там где стрелял? Ладно, пошли по дороге в сторону контейнеров или чуть левее, может взять. Так, ты стал как раз на складе контейнеров. Блин. Так, сейчас я шлем одеваю, потому что нафиг. Я левее взял. Давай левее попробуем. Давай. О, вот тут пролетает левее и правее. Ох ты, рикошет. 50%. Давай лечись. Лечусь. Я не понимаю, откуда летит. Хэнала знает, поливает так, что с добрым утром. Блин, еще раз пролетело. Вон они, вижу, 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 вижу. Возле дороги, короче. Возле дороги? Да. Одного положил. Второго положил. Еще третий, наверное, в кустах сидит. Да, в кустах, скорее всего. Сейчас я гранату запрошу. Да елки зеленые. Блин, Андрей, держись. Умирать нельзя. Мы уже почти прошли. Я просто не вижу этого козла. Вот, вышел, вышел, вышел. Все. Все вроде положили. Не знаю, троих было? Нет. Нет, еще. Еще где-то стреляли. Блин, ты жив? Живой, живой. Все. 52 хп. Вроде положил. Четвертого. Блин, так хреново ни черта не видно. Так, ладно. Слабимся немного сейчас. Так, что у них тут было? Во-первых, надо, блин, с патронами, тут уже неважно. Так, бронепластина. Блин, тут хорошие стрелки были какие-то. Так, собака где-то. Или тушканы там носились? Так. Что там у нас еще где? Так, ты где, Олег, сейчас? Осматриваю тут рядом, товарища. Так, ты меня видишь вообще? Нет, сейчас я в кармашке снимаю. Сейчас. Очисти, вот там я сейчас. Так, у него, кстати, винторез был. Тоже убитый винторез. Так, и вот в этих кустах, может, тут просто ствол лежал? А, да, тут я не посмотрел. Чувачок, все, больше нигде ничего не было. Вроде все. Ну что, сейчас на склад контейнеров. Так, отпускать сталкеров на складе контейнеров. Сейчас, секунды, наверное, броник все-таки заберу у него. Такого броника. Ну там сейчас плиту достану, а чисто чехол. На всякий случай. На всякий случай. На расцветочка понравилась. А, хотя мехлер тут, нет, это ерунда. Перепутал, ладно. Ну пускай будет, на всякий случай. Пойдем. Так, сейчас на складе контейнеров. Подожди, надо зарядиться сначала. Там у нас снорки будут. Там будут снорки. Да, вон они уже. И нам надо... Нам надо... Подожди. Надо бы наверх залазить, Андрей. Тут опасно так. Ну или отходить тогда уже. Ладно, если не залезли. Так. Блин. Положил своих? Нет. Все, этот готов. Сзади еще. Сзади. Все. Все. Все загнулись. Там, возможно, еще есть. Так, сейчас подожди, у меня дробовик надо зарядить. Давай. Ну давай, подходим. Все. Ой-ой-ой, блин. Не то сделал. Что? Сейчас. Секунду. Тут магазины, когда одного цвета, все путается. Ну да. Все, иду. Так, ну вот тут эти чувачки. Так. Обыскать тела у меня квест. Значит, тут КПК надо забрать. Да, вот. Березовый свинец. Отделенный от остальных дрова, где таится свинец. Ничем это не отличается от обычных дров, пока не кинешь в розжиг. И КПК-сталкер. Ваш уж. Европейские коллеги не отвечают на сообщения. Есть одна идея, но хотелось бы обсудить ее с человеком, знающим. Ладно, попробую вынести свинец при помощи эффекта Лейденфроста. Жидкость при контакте с поверхностью, более горячая, чем точка кипения жидкости, образует теплоизолирующую прослойку пары, которая им поможет мне вынести свинец в руках. Все. Да, передать найденные предметы. Все, пошли. И рассвело как раз. Ну да. 17 минут. Давай тут, может, глянем, что тут лежит хорошего. Ну давай. Недолго же рядом. Давай. Может, что-то супер-пупер мы найдем, но я сомневаюсь. Как-то вообще. Ну, патроны вон. Патрончики нормально, для дробовика. Ну так, больше похоже ничего. Патронов тоже пригодится. Все, пошли. Так, мы тут. Сейчас я сразу сброшу вещи, которые принес, чтобы не перепутать то, что нам выдадут в награду. Так, ну, значит, все. Я сбросил. Давай мне, что у тебя есть. Какие ПДА? Аптечку эту тоже по квесту там горело. Так, аптечка, ПДА. Ну и все вроде, да. Ну и давай смотреть, что нам дадут. Значит, сначала этого. Внимательно, на этот раз. Ну да. Кто-то грабанулся, пытаясь применить науку ради некоего европейца. А, они здесь регулярно ищут сталкеров в обход заповедника. А вот за дровишки поклон, гражданин сэр. Такие вещи всегда дают надежду, что личный счет увеличит нули. Вот ваша награда, что греет ладонь. Нет, слишком много. Это я заберу себе, а остальное вам. Ох и беда с этими детекторами. Так, ну и что он дал? Слушай, разгрузочный пояс, что ли? Ничего себе. И бинты, и аптечки. Угу. Подожди, серьезно? Или он у меня был? Да не может... Нет, дал разгрузочный пояс. Да, тут под сумки, под пистолетные магазины. Ну, короче, вот могу тебя сбросить. В принципе, это мы сейчас находим. Но тут будет слабенькая награда. Это, по сути, такие начальные квесты были. Ну да, дал, потому что тут, видишь, кармашки для МП-5. Да, ну и аптечки и бинты. Ну, понятно. Гранаты вроде у меня столько и было. Так, ну и пойдем еще тот квест дадим. Да, давай. А, еще 5.45-е, похоже, немножко дал. Угу. Или были. Расскажу и поверю. В Припяти у чертова колеса бухтет. Знаешь, что видишь? Ветер дует, а оно в противоположную сторону крутится. Интересный ветровой маячок. Сейчас он. Так, ну, забирай, герой темной материи. Твой датчик упал прямо на стол мародером. Все, вскоре займусь расчетами. Все-таки надо узнать, сколько еще времени есть у человечества и есть ли оно вообще. Награда. Извиняй, совсем забыл. Вот, от меня со всей душой и лично благодарность от спасенного, возможно, человечества. Так, ну и дал... О, кожаную куртку, которая степень защиты 1. Ну, ясно. Ну и бутылку, две бутылки водки, два энергетика, кстати, это пригодится. О, да, нормально. Ну, а так больше вроде ничего. Задания начального уровня и награды соответствующие. Ну, мы уже прошли, чтобы они не висели. Ну, понятно, да. И сейчас мы прошли уже все побочные задания, вроде как. То есть, со всеми мы тут говорили, соседями. Ну, как, может, не все диалоги прощелкали, но квесты у всех прошли. Ну, и получается, осталось у нас тут вот уже в компьютере... Все. Повышенная сложность у одного и второго. Да. А вот эти на одного игрока квесты, они висят, но, по сути, мы это уже проходили. Мы проходили. Да, почему-то продолжают висеть. В общем, тогда в следующей части займемся этими квестами повышенной сложности. Начинается, да, лютый хардкор. Да. Ну, а на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok